Продолжение следует... Сегодня на уроке вы научитесь составлять рассказ по серии картинок, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, писать заглавную букву в именах собственных, читать слова с изученными буквами. Отгадайте загадку. Он в Италии родился, он своей семьей гордился, он не просто мальчик-лук, он надежный, верный друг. Ребята, как звали мальчика-луковичку, который отправился странствовать по белому свету, чтобы научиться уму-разуму? Его звали Чиполлино. Ребята, как называется произведение, героем которого является Чиполлино? Произведение – приключение Чиполлино. Кто написал это произведение? Написал итальянский писатель Джанни Радари. А как вы думаете, почему к нам на урок пришел именно Чиполлино, а не другой сказочный герой? Правильно, в его имени есть буква Ч. Что вы об этой букве знаете? Буква Ч обозначает мягкий согласный звук Ч, непарный, глухой. Рассмотрите иллюстрацию на странице 142, задание первое. Назовите друзей Чиполлино, которые помогали ему. Чиполлино дружил с графом Вишенкой и девочкой Редиской. Рассмотрите иллюстрации в учебнике на странице 142, во втором задании. Прочитаем, что про себя рассказал вам Чиполлино. У меня все по порядку, Ночью делаю зарядку. Утром долго-долго сплю, А потом кино смотрю. Завтракать не успеваю, До обеда я гуляю. Ем примерно часов пять, И иду опять гулять. День так быстро пролетает, Ничего не успеваю. Только я не виноват, У меня часы спешат. Так почему Чиполлино ничего не успевал? Вы согласны, что у него спешат часы? Почему нет? Какой совет вы дадите нашему герою? Нужно делать все вовремя, Соблюдать режим дня. Прочитаем пословицу вместе со мной. Делу время, потехе час. Потеха – это веселье, развлечение. Почему эту пословицу нужно знать Чиполлину? Что она означает? Пословица учит тому, Что делу следует уделять больше времени, Чем забавам и веселью. Тогда и польза будет. После урока составьте правильный распорядок дня И расскажите об этом взрослым. А теперь выполним третье задание в прописи на странице 39. Прочитаем слова вместе со мной. Чарли, Черныш. Обратите внимание, что это клички животных, написанные за главные буквы. Выполняем слого-звуковой разбор слова Чарли. Произносим первый звук Ч. Звук согласный, глухой, мягкий. Закрашиваем клетку зеленым цветом. Произносим звук А. Звук гласный, ударный. Закрашиваем клетку красным цветом. Произносим звук Р. Звук согласный, звонкий, твердый. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук Л. Согласный, звонкий, мягкий. Закрашиваем клетку зеленым цветом. Звук И. Гласный, безударный. Закрашиваем клетку красным цветом. Делим слово на слоги. ЧАР-ЛИ. Два слога. Выполняем слого-звуковой разбор слова. ЧЕРНЫШ. Произносим первый звук Ч. Звук согласный, глухой, мягкий. Закрашиваем клетку зелёным цветом. Звук И. Гласный, безударный. Пишем букву Е. Закрашиваем клетку красным цветом. Звук Р. Звук согласный, звонкий, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук Н. Звук согласный, звонкий, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Звук И. Гласный, ударный. Закрашиваем клетку красным цветом. Звук Ш. Согласный, глухой, твёрдый. Закрашиваем клетку синим цветом. Делим слово на слоги. ЧЕР-НЫШ. Два слога. Продолжаем работать по учебнику задания четвертая. Рассмотрите рисунки Чиполина, исправьте ошибки. Как поет птичка? Птичка поет чик-чирик. Чиполина написал букву Ч наоборот. Ножницами режут бумагу чик-чик-чик. Чиполина написал заглавной буквы последний слог чик. Музыку слушаем ча-ча-ча. Чиполина написал последний слог заглавной буквы. Работая в прописи. Задание первое. Чтобы красиво писать, какие правила нужно нам знать? Нужно проверить себя, правильно ли вы сидите, как на парте лежит ваша тетрадь, как вы держите ручку. Когда будете писать, не сжимайте сильно ручку. Пишите легко, без нажима. Рассмотрите, из каких элементов состоит заглавная буква Ч. Буква Ч состоит из двух элементов. Наклонной линии с закруглением вверху влево и внизу вправо. И наклонной линии с закруглением внизу вправо. Вверху странички прописи вы видите веселого человечка-звуковичка. Почему он закрыл свои ушки? Буква Ч обозначает согласный глухой мягкий звук Ч. На первой строке обведите по точкам элементы заглавной буквы Ч. На второй строке начинаем по точкам обводить заглавную букву Ч. Начинаем ниже середины нерабочей строки. Слева направо прописываем закругление, касаемся середины нерабочей строки, опускаем вниз впрямую, не доходя немного до верхней линии, закругляем вправо и ведем до середины нерабочей строки. Вниз пишем прямую, не доходя немного до нижней линии, делаем закругление вправо, коснувшись нижней линии. Самостоятельно пропишите следующую строчку заглавной буквы Ч. Пропишите соединение заглавной и строчной букв Ч верхним соединением. Прочитаем предложение вместе со мной. Чарли и Черныш играют. Какие слова написаны с заглавной буквы? Чарли и Черныш. Клички животных пишутся с заглавной буквы. Напишите это предложение, проговаривая каждое слово по слогам. Прочитайте последнее предложение в прописи. Чудо! Как хорошо! В конце предложений стоит восклицательный знак. Запишите предложение прописными буквами, проговаривая каждое слово по слогам. Обратите внимание на слово чудо и хорошо. В слове чудо Чу пишем с гласной буквой У. Написание слова хорошо нужно запомнить. Это словарное слово. Подводим итоги. Вы научились писать клички животных с заглавной буквы. Выучили правила. Ча пишется с гласной буквой А. Чу пишется с гласной буквой У. Запомнили словарное слово хорошо. Познакомились с пословицей. Делу время, потехе час. Ребята, если вам понравился урок, нарисуйте смайлику-улыбку. В шкале трудностей закрасьте соответствующий кружок. На этом урок подошел к концу. Новых вам открытий. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok